Друзья, всем добрый вечер! Радостно видеть новые лица. У нас продолжается цикл встреч, посвященных современной англоязычной поэзии и лауреатам премии Томаса Эллиота. Сегодня мы говорим про Ocean Wong, лауреата 2017 года. И поскольку у нас здесь есть новые лица, я напоминаю, как у нас здесь все устроено. У нас ведется запись, но вы не волнуйтесь, все ваши размышления и личные откровения мы публиковать не будем. Мы после встреч порубим эту запись на те кусочки, которые лекционные, и выложим на наш канал, чтобы у людей, которые не присутствовали, была возможность познакомиться именно с лекционной частью. Соответственно, у нас есть лекционная часть, где Ирина рассказывает про нового автора, семинарская часть, где вы разбираете стихи этого автора, и, соответственно, творческая часть, где вы размышляете о поэтике автора и выполняете разные творческие задания здесь или дома, или вот в чате. И, соответственно, на выходе из зала есть у нас QR-код и название группы в Телеграме. Вы можете к этому чату присоединиться и там делиться своими творческими размышлениями, а также мы туда кидаем напоминалки о новых семинарах. Итак, мы начинаем. Ирина Волошиновская, автор цикла «Добро пожаловать». Спасибо большое, Анжела. Еще раз очень рада всех видеть сегодня, что, несмотря на такой теплый и заманчивый день, все равно пришли люди и очень много новых людей. Мы начали с вами с творческих заданий, и мы упомянули, мы говорили о том, как может называться книга, какие туда могут входить названия стихов. Может быть, мы не обсудили это подробно, но я думаю, что это какой-то повод подумать был. И наша сегодняшняя книга называется «Night sky with exit wounds». Я ее чуть позже, да, наверное, сразу могу передать, чтобы вы ее тоже могли посмотреть. Да, у нас сегодня две книги «Счастливая возможность». Можно с обоих концов как-то их поправить, чтобы была такая возможность. И, наверное, даже до того, как мы перейдем к тому, чтобы сказать что-то о нашем поэте, о Ушне Вонге, какое название книги, да, чего вы ожидаете, особенно те, кто не читал, не знакомился со стихами еще. Есть какие-то вот пред-before-reading ambitions, скажем так? Тема войны в красной нити проходит, в принципе, через его творчество. Я читала в географии, да. Это как бы дедушка американский солдат, как бы они были беженцами. Жанно-филиппийных жилотец и были беженцами, потом когда-то в Соединенных Штатах. То есть у него родной язык все-таки вьетнамский. Но он был маленький, когда они приехали, да, он билинг все-таки, да, то есть у него очень хороший английский, он тоже, ну, можно сказать, родной, да. Он действительно поэт, что называется, double nationality poet, да, мы уже видели таких авторов, например, Сара Хоу в прямом смысле, немножко в переносном, да, там, конечно, не дуэл, nationality, но для Шинейт Морриси русская тема была очень важна. И вот Ушин Вонг, тоже как и Сара Хоу, по происхождению, здравствуйте. И он и вьетнамский поэт, и, ну, англоговорящий, да, в Америке он живет. Здравствуйте. Ну, правильно, да, конечно, вот входные ранения, мы, конечно, уже думаем о войне, да, тем более если знаем биографию его, что там случилось, как вообще его семья связана с войной, как война повлияла на судьбу всей семьи, а еще, может быть, что-то, да, вот война, night sky relaxed wounds. Ну, может быть, он действительно человек двух миров, судьба, вьетнамская и англосаксонская культура, это было важно, потому что очень далеко, языков почти одинаково для них, и внешне он все-таки похож на финанса, хотя и вот дедушка так было, мне нравится. Да, 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 его мама даже, вот у меня нет ее портрета, но вот даже она больше похожа на европейского человека, да, вот по именно внешности. Вот, но про маму мы тоже еще поговорим. Интересная мысль, да, пожалуйста. Конечно, такое ощущение очень сильного внутреннего разрыва, потому что ночное небо, это, с одной стороны, явный такой покой, да, что-то такое умиротворяющее, тихое, а с другой стороны, там же появляются сквозные ранения в этом небе. То есть вот очень сильное влияние. Надрыв, да, эмоционально такое нагруженное заглавие, да, оно такое взрывное само по себе в эмоциональном смысле. И, конечно, понятно, что Ocean Wong совершенно не имел это в виду, но можно вспомнить Маяковского, да, с его гвоздиками звезд, да, тут же тоже входные ранения, это и звезды в том числе, да, то есть это очень личная метафора, но она и, ну, не беспочвенно, да, то есть это не просто красивость, это действительно звездное небо, мы можем его увидеть и вот таким образом. Хорошо. Вот у нас в цикле были книги, я думаю, вы можете вспомнить, да, какие были названия. Black Hat Boone, Stag's Leap, да, они в основном, Jack Self, да, вот последний, предыдущий наш автор, они в основном тоже были такие назывные, то есть как можно вообще назвать книгу, вот у нас были названия одно слово, да, такое прям бум, бывают какие-то словосочетания, бывают более, ну, более сложно построенные фразы уже, да, там какое-то предложение, у нас не было таких книг с такими примерами, с такими названиями, но вот здесь вы можете видеть, что хотя это всё ещё, там два словосочетания, да, связанные вместе, это всё равно ещё такая назывная тема в заглавии, но это уже и что-то ближе к повествованию в данном случае. Ну, названия, конечно, понятно, бывают совсем какие-то оригинальные, какой-то символ, да, какая-то даже картинка, вот, ну, чтобы просто мы немножко сориентировались, да, что вообще бывает и чем вот это заглавие отличается от тех, что у нас были, это тоже важно, да, как автор называет свою книгу. И вот когда она у вас путешествует, вернее, две эти книги, я немножко сейчас пролистаю, да, вот у меня тоже есть примеры обложек, не всегда сохраняется вот это фото в некоторых изданиях, в некоторых переводных изданиях, там какие-то картинки просто бывают, но это фото настоящее, да, то есть это он сам маленький с мамой и с бабушкой, то есть это их семья. И любопытно, да, вот мы вначале, ещё до старта нашего говорили про книгу как арт-объект, да, у неё есть заглавие, и очень важна вот эта иллюстрация, то есть мы можем почувствовать, если это целиком картинка, особенно вот у них закрытые, да, глаза, лица, да, почти что, либо это фокус на самого ребёнка, да, либо вот они маленькие, там где-то все в окошечке, это тоже меняет наше восприятие, да, я думаю, все это понимают. Здравствуйте. Ну, немножко о самом авторе, да, вот мы начали уже говорить, что у его семьи такая необычная судьба, его дедушка действительно был американским солдатом во время Вьетнамской войны, и бабушка была, ну, то, чтобы мы назвали, обычная вьетнамская женщина, она не умела читать и писать, и я думаю, если вы знакомились с биографией, вы знаете, что он самый первый человек в своей семье, который научился читать и писать, об этом будет одно из стихотворений, и это очень важно тоже для понимания, его мама очень хотела, чтобы вот он мог читать и писать, и он в одном из своих интервью тоже говорит, что ему очень хотелось, чтобы мама понимала, что он делает, а она от этого человек несколько далекий, и сначала она не понимала, почему все эти люди приходят тебя слушать, она его спрашивала, а потом увидела, как меняются эмоции, выражение эмоциональное на их лицах, и стала ставить стул, чтобы не на него смотреть, а на лица этих людей, и вот через вот это она поняла, что вот он делает, такая восстановилась связь. В этом смысле это, конечно, замечательно, мы помним, что у Сары Хоу в стихах был вот этот разрыв между ней и мамой, который очень сильно чувствовался, а вот здесь, можно сказать, это такая счастливая подробность, которую я, тем не менее, вынуждена омрачить тем, что, к сожалению, его мама не стала какое-то время назад, и вот вторая его книга стихов, это, ну, по сути, первая, как раз посвящена маме, и она называется «Time is a mother», время — это, ну, мать, да, мы можем перевести. Вот, и, конечно, родители для него очень важны, и мать, и отец. Да, прежде чем всё-таки к книге перейдём немножко про образование, да, там иногда вы просите немножко поподробнее рассказывать, да, всё-таки немножко про бэкграунд поэта. Любопытно, что он сначала учился в одном колледже, потом пару недель в другом изучал маркетинг, но как-то ему это не понравилось, и в конце концов он обнаружил себя в колледже Бруклина, где попал под крыло поэта и писателя Бена Лернера, который очень на него повлиял, он это признаёт, что без него, ну, он бы не поверил в себя вот так, где как раз изучал английскую литературу 19 века, там начал писать, ну, вернее, продолжил писать, уже как-то серьёзно к этому отнёсся. И книга, которая сегодня у нас, она, по сути, первая, но были изданы его две тетради, скажем так, со стихами, он их скорее так называет, а эта книга как раз и посвящена «For my mother and father», и мы видим вот этот амперсант, да, и скобочки такие. У нас были, опять же, книги, посвящённые семье, родителям, но вот такого написания или какого-то странного, да, условно говоря, написания не было. Как вы думаете, да, вот глядя на такое посвящение, почему такая форма, о чём это сразу, что это нам передаёт, какие ощущения? Ну, потому что отец явно вторичен, то есть как бы он его вспоминает, да, но у него, да, был какой-то рядом с мамой, ещё какой-то папой, человек, да, условно называемый отцом, вот, но он как бы и, то есть именно как предаток, мама главная, вот, это вторичная. Ещё какие-то, может быть, да, спасибо, ещё какие-то мысли относительно вот этого знака, потому что это не слово, да, это не and, это знак, да, он объединяющий, конечно, но он разрывает текст, да, то есть вот это разъединение, оно тут присутствует, конечно, да, но тем не менее, я думаю, вы удивитесь, по идее, да, отец как-то должен быть действительно вторичен, но в книге, конечно, и маме многое посвящено, но там очень много отца, да, поэтому это такой небольшой парадокс, да, что вот он хотя отделяет его, но тем самым выделяет при этом, да, есть вот такое, и вот откуда родом, да, Сайгон, Хашимин, вот оттуда они изначально, как совершенно верно заметили, на Филиппинах они были беженцами, и потом в Америке, да, обложки, ага. То есть они, видимо, на лодке переплыли, вот тут даже написано «Sinking boat», да, 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 вспоминаю сами на лодке, вообще их трудно представить, там же огромное расстояние, целое море, как они у Филиппинах. Конечно, да, очень опасно, наверняка это было огромным потрясением, и есть такая даже деталь, почему всё-таки они решили эмигрировать, вот бабушка изначально разделила детей своих, по-моему, там одни девочки были, насколько я помню, они были в разных детских домах, конечно, совершенно, ну, какая-то ужасная вещь, которую пришлось сделать, в более взрослом возрасте они соединились, нашли друг друга, ну, я думаю, бабушка тоже этому поспособствовала, но у матери, у Шнуфонга была такая проблема, что её заподозрили в том, что она двойного происхождения, да, мы сказали, что она, ну, так, по-европейски всё-таки выглядит, а по законам тех времён ей нельзя было работать официально, было много очень ограничений, в общем-то, грозило не очень приятными следствиями, им пришлось всё-таки из-за этого покинуть, покинуть родную страну. Когда это произошло? Это уже, сейчас скажу вам, вот их дедушка, получается, он в 75-м году уехал, не смог вернуться, да, вот те события происходили тогда. Я думаю, что нет, не больше 73-го, потому что американские войска уже в 73-м. Ну, вот присоединение Сайгон, то есть он с ними там жил, Ошен Лонг родился в 88-м году, да, я забыла сказать, и ему было, ну, он был ещё маленьким, да, я точную дату сейчас не назову, ему там 3-7 лет было примерно, когда они уехали. То есть начало 90-х? Да, 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 примерно эти годы. Нельзя было иметь обозвольные... Не то, чтобы нельзя, но там запрещалось работать, либо, вот я не могу точно сказать, либо вообще, либо в каких-то более или менее приличных местах, назовём это так, да, то есть и ещё ряд ограничений был, который накладывался, то есть эти люди фактически считались людьми второго сорта, к сожалению. Вот, и пришлось именно из-за этого покидать... не напоминать об американцах. Да, да, то есть это... Да, как же так, да, что вот... Купанты. Да, купанты, и с ними вот какие-то... Купантская семья. Да, семья, да вы что, да, то есть, ну, это считалось невозможным, да. К сожалению, вот было так. Ну, тем не менее, всё-таки им удалось выехать. Про маму пару слов мы видим вот в стихотворении, что она работала маникюрщицей, она и в Америке потом работала в маникюрном салоне, и про имя вот спрашивали, а, Анжела ушла, она спрашивала, говорила, что какое имя, интересное, Оушен, Океан, неужели его так зовут, там, не менял ли он что-то, да, это интересная тема, его изначально звали по-другому, у него было имя, которое звучало как бич, что не очень благозвучно в английском языке, и когда его мама какой-то своей клиентке на маникюре говорила, что вот там про своего сына что-то, да, вот мой сын, его так зовут, то та ей посоветовала что-то поменять, и говорит, может быть, вы его Оушен будете звать, и маме это понравилось, и ей понравилась также метафра, да, вот лодку упоминали, что они когда бежали, они действительно пересекали океан, и ей показалось это тоже символичным, и вот это имя осталось у Оушен, такое интересное, но мы к этому еще вернемся. Так, немножко про структуру сборника, вы уже видели, если вам попадалась уже одна из книжек, которые вы передали, что книга имеет три части, довольно обширные, но сама книга открывается отдельно стоящим стихотворением, и наша сегодняшняя встреча заглавлена «Переступить через порог», стихотворение называется «Fresh out». Иногда это переводят как предел, иногда как порог, но мы увидим, что действительно вот эта идея переступания через что-то, очень четко в разделении вот одно, вот другое, мы увидим, что для Оушена это очень важно и в других образах, в других стихах, и вот здесь, в самом начале, для того, чтобы даже войти в книгу, нам нужно переступить через этот порог, который вот как бы отдельно перед этим домом. Метафора дома тоже для него очень важна. И я предлагаю, наверное, ну я пару слов скажу об этом стихотворении, и мы его почитаем, как мы всегда делаем. Мы сразу увидим в нём, что для Оушена очень важна телесность, и вся эта книга, она вообще, ну, довольно эротична. Я думаю, вы знаете, что Оушен, он открытый гей, и как иногда в шутку, ну я не знаю, сам он про себя или кто-то про него так написал, открытый гей, практикующий буддист. Это очень забавное совмещение, но тем не менее, вот это то, что мы о нём знаем. И здесь сразу он начинает с телесной темы, сразу мы увидим воду, которая тоже очень важна не только в его имени, но и в стихах. И вот мы видели у Джека Полли в прошлый раз, какое отношение было к телу. Довольно гротескное, такое, раблезианское. Там человек как будто состоял из каких-то вот этих частей, распадался на них, собирался из них. Это было забавно даже. У Оушена Вонга тело очень серьёзное, он серьёзно к этому очень относится. Мы говорили, когда читали Шэрон Олдс, что у неё тело тоже было важно, но оно документально было, оно было натуралистично, то есть, если она описывала свою грудь, и у неё даже была ода своей груди, то со всеми недостатками, то есть, мы видели прям вот чётко, как всё. У Вонга есть восхищение телом, у него очень много античных мотивов, и есть вот такое античное восхищение, как какой-то статуи, можно сказать. И это, естественно, я повторюсь, это серьёзное отношение к телу. Давайте попробуем всё-таки прочитать. У вас на столах есть распечатки, всем хватает, если вот кто-то сзади сидит, то можно передать, да, и вот ещё есть. И можно подсаживаться, если вам там как-то не очень удобно, подсаживаться ближе, если удобно, можно там. Нас интересует, их немножко по-другому скрепили, переверните один лист, это второе стихотворение. И мы увидим, если вы пока взглянете на него, что оно и начинается с тела. «In the body where everything has a price, I was a beggar». То есть, тело, в котором всё имеет цену. Не буду открывать, да, что там происходит дальше, потому что, кто ещё не читал, там важен вот этот переход от одной темы к другой, мы сейчас его увидим. Кто-то хочет открыть своим чтением сегодня поэтическую часть, почитать. Можно помочь? Ага, ага. «In the body where everything has a price, I was a beggar on my knees. I watched for the kiko, not a man showering, but the rain». И не совсем по-другому, его лифи. «Фолли» Тут нету реальности. Нет, хорошо. Все-таки. «Фолли» 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 «Витар-стринг» «Снаппинг» «Фолли» 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 There was... I didn't know there was a better reason. That one morning my father would stop. A dark coat passed in a down pole. And listened for my clutch breath behind the door. I didn't know the cost of entering his own. Was to lose you, your way back. So I lost. I lost it all in my eyes. Why go back? Вот до того, как мы переведём сейчас, возник вопрос о рифме, который действительно часто возникает. У нас было, по-моему, у Джейкоба Полли практически только, да, рифмованные стихи. Там их было много, и там это было связано с детской поэзией, что тоже любопытно. Вот тех авторов, да, которых мы брали на наших встречах, читали, очень часто действительно это свободный стих. Но вы можете заметить кое-где, что есть некоторые созвучия, которые в каком-то смысле заменяют рифму. Вот смотрите. Rain snapping. Понятно, это не рифма, но они звуково рифмуются, да, например. Вот такие тут моменты есть, конечно. Ну, давайте переведём. И когда будем переводить, обращу ваше внимание, про воду я уже говорила. Тело, понятно, и скелет, да, вот нужно будет ещё увидеть, где тут скелет есть. Пожалуйста, вы читали, попробуйте перевести. Скажу, вот, окей. Мы все будем помогать. В теле, где всё имеет свою цену. Вот первый же вопрос бэггер. Я был кем? Попрошайкой. Попрошайкой. Попрошайкой, стоя на коленях, я смотрел через замочную скважину не на человека в душе, не на чему в душе. Не на то, как моются, да, человек? Не на то, как моются, но на дождь, попадающие на него. Сквозь, да, даже? Сквозь него, да. Гитарные струны, ударяющие его богатые плечи. Да, гитарные струны. Он пел, вот почему я запомнил это. Его голос наполнил моё тело, как его наполняет скелет. Даже моё имя, опять же, Кмелдаун. Становилось на колене, да, моё имя. Упадало на колене внутри меня, умоляю. Он пел, и это всё, что я помню. Ибо, да, можете взять. Это всё, что я помню про медиапаги. И ибо в теле? А, ибо. Ибо в теле всё имею, где всё имеет свою цену, я был живым. Я не помню, бывали там, бывали какая-то лучшая причина. А почему не помню? Я не знал, да. Один но. Что, что была, да, какая-то, да, другая. Ибо бывали другая причина. Да, по-моему, да. Здесь даже, знаете, вот по конструкции не была ли, а что она именно была. Да, there was a better reason. Их там нету, if there was, да, поэтому она была. А я не знал, что была, что была причина. Да, лучше почему. Тем, тем утром, это вам, тем определенным утром. Ну да. Другое утро. Мой отец мог остановиться. Только не, вдруг остановился. Вдруг, да, это вдруг. Мой отец вдруг остановился. Ой, тёмный холод. Да, жеребёнок. Тёмный жеребец остановился под ливнем. И слушает моё, значит, спёртое дыхание. Уздавленное. Уздавленное дыхание. Уздавленное дыхание за дверью. Ну да, я не знал цену вступление в песню. И чем идет песню. Да, ізону вступления в песню. Попадание. Попадание в песню. Попадание, да. Что, что цена, да, ага. Что цена, да, вот, попадание… Значит, fill away back, цена, это. Ценой являлась потеря путь назад, и я вошёл, и я потерял я потерял все и смотрел на это и нас широко открытыми глазами до потерял вот действительно мы уже можно да разве что что вот как как это да все теряешь и и смотришь на это ну понятно отсылка тот к фильму до знаменитому кубриков сквона есть в конце широко закрытыми глазами да то есть но без этого тут трудно поверить что он об этом не знал об этом фильме вот интересно да скажу одну маленькую вещь там где же ребенок у нас был который остановился под ливнем любопытно что это слово он выбирает да есть разные же слова чтобы говорить про лошадей а здесь оно совпадает с оружием и у него действительно ну не прям каждом стихотворении но тема оружия тоже возникает как вы понимаете это связано с войной да то есть даже здесь уже есть такой намек какой-то признак того что вот это по сути мирная картина да она не так уже безмятежно обратили внимание да вот то что я попросила посмотреть где я скелет да что песня наполняла как скелет да мы еще увидим очень много у него будет связано с костями это его один из любимых образов и как вы видите вот это взаимоотношения с телом то что с одной стороны он понимает какая серьезная вещь на что там все имеет цену вообще об этом знаем а он был там попрошайкой вот такая интересная вещь как как вы как в этом или попрошайкой да какая невозможность освоить свое собственное внутреннее телесное пространство да как она двигается да как какая у меня с ним связь до души чего-то вот такого да не материального и материального конечно стихотворение во многом об этом и то что мы видим что он смотрел как дождь проходит сквозь человек но одновременно он видит там пока три плеча да но вот это вот разделение да пока что все еще и напомню да мы неоднократно говорили о такой теме как обретение голоса но по-разному происходило иногда это горящий на костре человек говорил какое-то горящее слово иногда это возникал сам герой и слова приходило вместе с ним мы видели разные способы того как раскрывается этот мотив но вот здесь интересно что это не совсем слово да у нас было слово конкретно язык а здесь это песня это очень важно на песня и скорее не герой обретает ее он она обретает его эта песня дать то есть он заходит и теряется туда и очень важный момент здесь есть проценту да во первых в теле все имеет цену но и вхождение в эту песню тоже имеет свою цену да ты теряешь путь обратно у других авторов которых мы читали все-таки проценту вот так явно не было может быть как-то косвенно но вот здесь человек предельно серьезен он понимает да что такое начать писать стихи что это вот ты куда-то входишь да если ты серьезно это делаешь что вот у него такое отношение то вот все ты уже там это тоже важно для понимания того как он пишет что в начале он действительно все потерял и вот этот порог до который мы перешагиваем это и вхождение в книгу и мы в каком-то смысле если мы тоже серьезно читаем это то мы вынуждены потерять все вместе с ним прежде чем туда войдем да такое своеобразное очищение мотив ощущения здесь есть хорошо так чтобы я не забыла сказать да об этом говорили вот за следом да лучше нам поговорить о следующем прям стихотворение которое за этим и открывает по сути первую часть книги она у нас на первой страничке это телемах и вот мы сказали что для него важно важно важны конечно стихи но вот этот образ песни важен и мы помним что одиссея на тоже песни из песен она состоит до хотя в нашем понимании в корее стихи современном и телемах я думаю все помнят кто такой телемах да прекрасно сын одиссея возможно кто-то пойдет еще дальше и скажет что значит это имя или может быть какие-то предположения что она может значить вот телемах вообще с чем у вас ассоциируется что это за герой с чем он связан жертвой разумеется жертвой да 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 конечно есть вот это и автобиографическая тема в этом смысле конечно важен образ вот этого сына телемаха и еще важно что его имя состоит от двух слов теле и махамай это далеко битва то есть тот кто вдалеке от битвы или сражается где-то вдалеке от основной битвы что связано с его личной темой его семи семейной даже личной темы что они убежали от войны от последствий войны и то есть они находятся вдалеке от этого имя здесь такое говорящие оказывается не случайно он берет эту тему и мы увидим опять же много воды и вы понимаете что в диссее очень много тоже связано с водными образами мы помним эти бесконечные разнообразные оттенки моря здесь это тоже есть есть даже вот сейчас я вспомнила литературовическая теория понятно что она не всегда оправдывает себя что есть поэты и писатели определенной стихии и вот если например у нас был дэвид хардсон который явно песня огня до такой автор огненный то здесь хотя прямо на себе это не говорит автор явно склонен вот к таким образом архетипическим вот хорошо давайте попробуем почитать следующее хорошо вам тогда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извините, а какой это текст? Это самый первый? Да. Телевар страница седьмая. А у вас нету? Есть, но просто почему-то я не сказала. Ну сейчас мы будем еще переводить. Я думаю, вы нашли, да, теперь? Угу. Обращу внимание, да, сразу вот, и не только в посвящении, в текстах тоже вот этот там персан встречается. Где-то его даже очень много, да, там есть много строчек с ним. Здесь вот такое одно вкрапление. Ну давайте попробуем перевести сначала. Как любой хорошей сцене я вытягиваю свой отца из воды, таща его за волосы сквозь белый песок, либо костяшки вырезают в дорожку. Ну, да, да, да. И волны, они, как? Спешат ее стереть. Спешат ее стереть. Да, стереть. Потому что город за берегом больше не там, где мы его... Оставили? Оставили, да, там. Оставили, да, потому что разрушенный, помню, это храм? Храм. Храм, да. Храм теперь является храмом из деревьев. Я приклоняюсь перед ним, чтобы смотреть, как сильно я могу утонуть. Ты узнаешь меня, Ба? Знаешь, кто я такой Ба? Ба – это папа, да, как раз. Ага. Но ответ никогда не приходит. Ответ является прям... Ответом становится отверстие от... Пулевое ранение. Пулевое ранение в его спине, которое сияет в имя, наполненное морской водой. Он так спокойно, я думаю, что он мог выявить чем угодно отцом. Найденным таким, так же, как и зеленая бутылка, может появиться у ног мальчика. Пулевое ранение, наполняя год, содержащий год, который он никогда не касался. Я касаюсь его ушей бесполезно, я его переворачиваю, чтобы смотреть на его лицо. Здесь есть, да, что с одной стороны он на лицо смотрит, другое, чтобы принять вот то, что все, да, то, что это все. Храм в его морских черных глазах. Черноморских. Черноморских, да. Желтонорских, да. Да уж. Лицо, которое не является моим, которое я надену, чтобы... Буду носить. Буду носить, чтобы поцеловать всем моим любимым, всем моим любовникам, наверное, спокойной ночи. То, как я покрываю буду своего отца с моими собственными и начинаю честную, преданную работу отопания. И вот здесь, да, вот этот драунинг, это и топить, и самому тонуть, это очень важно, я думаю, вы понимаете, да, что с одной стороны он предает тело воде, да, своеобразные похороны происходят, но с другой стороны он и сам тонет. И если в предыдущем стихотворении мы видели преодоление границы несколько в другом смысле, то здесь это даже не преодоление границы, там, берег, вода, ну, жизнь и смерть, по сути, да, потому что что значит тонуть, да, когда человек тонет уже, ну, все, там, значит, он не выплывет. То есть это воспоминание, возможно, навеянное плавание на лодке в детстве. Очень может быть тоже, да. Причем тут даже при прочтении значения, как бы, то, что он сам начинает, оставаясь верным, отцу тонуть, как бы даже прочитывается первым, по крайней мере, у меня первым прочитался. Что не топит отца, а отца и отца. Ну да, как-то вслед за ним, да, и действительно это может быть какой-то страх, который был, когда вот они ехали, что там может случиться, да, на этой лодке, да, оно может быть вполне автобиографичным отчасти. Да, так нет, что вот полевое ранение, да, то есть может быть даже в них стреляли, в граничники, кто-то знает, к чему вот это может быть, это было опасно. Да, такое действительно бывает, да, когда люди переправляются, все эти выстрелы. Я знаю, я просто читала роман, и насколько я помню, когда они убегали, вроде бы как раз и не стреляли. Да, забыли совершенно упомянуть мы о том, что он автор и проза еще, да, и у него есть два романа, да, сейчас? По-моему, по-моему, два. Вот «Онаф и Бритли Годжиас», да, на земле мы лишь краткий миг земной, да, мы все прекрасны. Кстати говоря, в нашем сборнике есть одноименное стихотворение, и вообще, да, то, что он прозаик, это на него повлияло, у него в некоторых стихотворениях есть прозаические такие вкрапления. Мы это видели у Сары Хоу в каком-то роде, и мы видели как то, что... Ну, хотя Сара Хоу, она не прозаик, да, но у нее тоже это есть. У Джейкоба Полли, который как раз имел прозаический опыт, но как по-другому на него это повлияло, у него нет прозы, но у него есть диалоги, да, мы в прошлый раз это видели, напоминаю всем, да, чтобы могли тоже сравнить, как это происходит, и какие влияния, чем потом выливаются у конкретных авторов. Да, да. Относительно вот этого стихотворения, может быть, кто-то хочет еще что-то сказать, что-то какие-то мысли, ощущения возникли вдруг? Да, это Ба, ну, вообще-то Ба, по-вьетнамски это бабушка, может быть, это Бо или отец, это Бог. По-моему, насколько я смотрел, это Папа, потому что Бабушка там два слова, там в одном из стихотворений будет Бабушка. В сокращении он может называть Папу, да. Да, именно вот как краткий, да, потому что Бабушка нам встретится тоже на тайском, если мы сегодня дойдем, там будет она. Ну и опять-таки, возвращаясь к названию, основной бодвиг Тельмака, как мы помним, это то, что Одиссей положил на пашню, изображая из себя сумасшедшего, то есть как бы такую, как ритуальную жертву якобы. Вот здесь тоже возможно, у него тоже это ощущение жертвы и брошенности, и вот оставленность на берегу перед всем этими пересклазными ранениями. Конечно, да, да. Да, естественно, естественно и сюжетно это связано, да, и что в принципе он, как и Телемак, да, по сути не являясь каким-то прямым участником событий, которые очень сильно повлияли на всю семью, вынужден вот на себе тоже это нести, да, и на него это очень серьезно влияет, на его собственную жизнь. Но я хочу еще обратить внимание на такую поэтическую деталь, вот это the faithful walk of drowning. Очень интересная фраза, я думаю, вы почувствовали, как к ней все идет здесь, и понятно, что мы понимаем, что здесь он тонет, да, происходит вот это утопление в тексте, в смысле, да, не сам автор, но в то же время, вспоминая предыдущее стихотворение, где он входит в песню и не может войти обратно, то тонет он и в поэзии, да, и здесь мы видим, что это не просто такое красивое, интересное поэтическое сравнение, да, и какая-то фраза, но и то, как он воспринимает и описывает для нас поэзию, да, что такое писать, это верная работа, ну, по утоплению себя, да. Я просто послушала, как он читается, ну, во-первых, ну, чувствуется, что у человека была дислексия до какого-то возраста, может быть, да, и вообще вся его интонация, это интонация просто безысходности какая-то, то, что у Гоня в этой поэзии, это действительно, да. И я предлагаю нам сразу послушать, потому что у меня конкретно вот это стихотворение, оно небольшое, раз мы сейчас его прям прочитали, сейчас я попробую закрыть презентацию, да, вот оно, чтобы мы сразу могли к этому прикоснуться, прикоснуться к ушу одной. ТЕЛЕМИТЕС 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 ТЕЛЕМИТЕЛ, The cathedral is now a cathedral of truth. I kneel beside him to see how far I might sink. Do you know who I am, Ba? But the answer never comes. The answer is the bullet hole in his back, brimming with sea water. He is so still, I think he could be anyone's father. Found the way a green bottle might appear at a boy's feet, containing a year he has never touched. I touch his ears. No use. I turn him over to face it. The cathedral in his sea black eyes. The face not mine, but one I will wear to kiss all my lovers goodnight. The way I sealed my father's lips with my own, and began the faithful work of drowning. What is it? I feel like we are in different ways of reading. We're in different ways of reading. We're in different ways of reading. It's very different from what I used to say, as I read as a book of Jaycon Polly. насколько это как что-то таинственное и магическое, да, вот, по-моему, Светлана, вы писали, что он вас загипнотизировал, да. Всё там, все эти области, фаус, вся британская, сразу, всё, британская культура мне чуждая, и в неё погрузилась сразу. Ну вот здесь другая совершенно манера, да, она, ну, я не могу сказать, что другие авторы не были искренне, когда читали, но вот здесь есть вот эта некоторая другая детскость, да, не такая, как в стихах Полли, я думаю, вы слышите, как дрожит голос, да, у человека, когда он читает, то есть это очень эмоциональное чтение, конечно, с надрывом, да, с надрывом, конечно. Так, сейчас я вернула. А, возможно, это про поиск своей идентичности, то, что он может утонуть внутри идентичности отца, и попытка сепарироваться от, возможно, от той идентичности, которая в детстве была ему отцом, ну, как-то навязанная, и найти таким образом самого себя. То есть это такой сложный образ отделения. Конечно, конечно, да, да. Вот мы помним, что у Сары Хоу, да, как она открывала шкатулку с двумя створками, да, которые символизировали тоже две части её происхождения, здесь, да, как мы понимаем, у человека, у которого вот такая серьёзная история у семьи, действительно, две культуры в нём сливаются. Очень часто важно, да, вот в себе осознать и одно, и другое, естественно. Так, хорошо. Так, это мы посмотрели телемака. Опять же, да, Одиссея, античность, мы видим, как для него это важно. Одно из стихотворений непосредственно будет связано с Одиссеем. Сегодня мы не будем смотреть, но как факт, да, что вы имели в виду, тоже я об этом говорю. Но не только Одиссея его волнует, да, не только вот этот сюжет, у него есть и отдельные античные образы. Например, один из них – это миф об Орфее и Евредике. Вот мы видим здесь на римской мозаике Орфея. Кто-то может вкратце напомнить, что за история была у Орфея и Евредики, что случилось? Ну, история была трагичная, Евредика погибла, попала в подземное царство Плутона. Орфею разрешили туда-за ней спуститься, но при условии, что он не будет оборачиваться. А он? А он не смог, и обернуться, конечно, и всё. Обернуться, идёт ли она за небо, и так потерял ее. Да, но он также очень важно, что он сам играл на Орфе, и так хорошо играл, что даже сам Аполлон восторгался этим, и звери сходились. И почему как раз боги ему разрешили спуститься в подземный мир, потому что он так играл, что так это всех тронуло, его печаль. Вот ему было даровано такое. И сегодня он концерт театра. Вот я думаю, что вы можете оценить, насколько прекрасно это может звучать. Да, да, но кто слышал вживую, я думаю, вы можете, да, хотя бы примерно представить, как это звучало. Вот, и чуть-чуть, да, чтобы вспомнить, что случилось с Евредикой, и её укусила змея. Есть разные варианты, почему я об этом упоминаю. Возможно, это будет важно для понимания текста. Иногда, что просто она гуляла с подругами, она дриада, да, так, на минуточку. Они в лесу любят гулять, да, вот гуляла с подругами, со своими змея, и её укусила. Вот уже, как это бывает на старинных полотнах, очень трогательно её сразу уносят, да, рядом. Есть версия, что в неё влюбился пастух, и он как-то пытался куда-то её заманить в лесу, она от него убегала, и вот таким образом это произошло. И, соответственно, да, вот, что он обернулся. А почему он обернулся, да, вот, очень часто конкретную причину и Вергилий упоминает, и, ну, это такой вообще известный факт, что он засомневался, не обманули ли его боги. Да, это очень важная причина, почему, да, не просто, что он какой-то очень тревожный человек усомнился в этом, да, и вот так вот потерял её. Но чтобы эта история не казалась слишком грустной, потом, когда он уже умер, они воссоединились. Да, там тоже есть разные варианты, то ли его сразу растерзали звери, то ли он ещё жил какое-то время. Ну, тем не менее. Важно, да, вот я уже открываю текст, сейчас мы к нему прикоснёмся тоже. Важно, что, хотя стихотворение называется Евредика, здесь не будет сюжета этого, да, мы его вспомнили, чтобы, в принципе, представить, да, кто это, что это за образы и что с ними связано. Но сюжет не повторяется, как, например, в известном стихотворении Рильке, да, где он прямо, ну, рассказывает, по сути, об этой истории. И, да, забыли упомянуть, что когда он спустился в «Царство мёртвых», есть версия, что он сыграл там тоже для, господи, не Плутона, а Аида и Персифоны, да, и им тоже так понравились вот эти звуки, и об этом здесь тоже будет. И название, да, миф об Орфее и Евредике у нас только Евредика, да, это очень важно, женский образ он выбирает. Будет ещё одна история в этом сборнике, если кто-то знает, пожалуйста, пока не говорите, я её не присылала специально, где тоже он выберет именно женский образ из двух. И, имея это в виду, давайте всё-таки посмотрим, во что эта история превращается у него, и поговорим, может быть, о том, почему так. Я помню, что вы хотели почитать. Вам видно? Нет. Здесь нету. Если вам удобнее читать отсюда, то это может быть следующее. Здесь не видно, да. Или Александр, да, поможет, у нас в чате есть. Видно. Ага, это ещё не всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто мог бы нам поверить? Кто мог бы нам поверить? Мой голос ломается, как кости внутри рождения. Глубы я. Я думал, что любовь была настоящей, а дело придумано. Я думал, что маленький аккорд — это всё, что ему нужно. Но вот мы стоим в холодном поле, снова стоим в тёплом холодном поле. Он зовёт её девушку, а девушка позади его. Биби-сайд, рядом с ним. Замороженная трава хрустит под её копытами. Мы сразу видим, что в истории про Ивредику она не превращалась ни в лань, ни у него что такое. То есть для Вонга всё-таки вот эта история, она важна как такой акварельный набросок, очень расплывчатый. Хотя вот этот сюжет, да, превращение человека в животного тоже весьма античный. То есть он здесь к месту в каком-то смысле. Да, то есть какое-то совмещение здесь есть, но для Вонга важна мифологизация собственной истории. Поэтому его не столько волнует передать миф чётко, сколько вот в какой-то своей жизни он видит какие-то следы чего-то античного. И он об этом говорит, он это связывает. Вот герой, да, он стоит, он зовёт девушку, девушка стоит рядом с ним. Да, и кто-то есть, кто об этом рассказывает, да, явно. То есть героев три. И кто-то явно в кого-то стреляет, да, то есть может быть есть вот этот герой, который рассказывает, чей выстрел, возможно, как раз. Кто-то, кто вот в ребро, может быть, куда-то попадает, и мы видим, вот кости опять очень важны. И здесь не только вот это ребро, но здесь есть, я сейчас попытаюсь отлистать, где это, про радио. Да, вот тут последние строки. Мой голос ломается, да, как кости внутри радио. Трещит даже, наверное, скорее всего, в виде помехи, трещит. Да, что-то такое, ага. И потом трава тоже, ну, там, наверное, уже ломается, да, хрустит как-то. Вот это разломление, которое тоже олицетворяет собой невозвратность, как вот переход через порог, да, когда что-то разломилось, это уже не составить обратно. Очень важный тоже для него образ, связанный с переходом или непереходом, да, как мы увидим чуть дальше. И вот эти кости в радио, да, то есть что происходит, почему в радио кости, то есть сам мир для него становится весьма осязаем, и осязаем им плотским, да. Кто-то, кто-то что-то сказать хотел, нет, мне пока послышалось, может быть. И вот если вначале мы обратили внимание, что вот он как-то не очень сам как будто управляет своим делом, телом об этом говорит, то в какой-то момент вот он настолько в это погружается, что он очень хорошо, видимо, герой начинает чувствовать, насколько все предметы, что называется tangible, да, вот осязаемы, что везде появляются кости. Очень важны птицы, да, потому что тоже неожиданно они возникают, что, так, почему мы говорили да, да, вот даже со всеми этими птицами. Будет еще стихотворение, где почему-то он говорит, что вот у него у самого перья, да, то есть такой образ тоже, он никак не объясняется, но он переходит, да, и в другие стихи тоже. Ну, возможно, еще, вот так вот, breaking our knick-ups, душа у вас, Sky, прелеста в том, что, ну, это так, что у птичек-то строение, оно, по крайней мере, безумное, как раз иное, и почему мы говорим да, как раз вместе с этими птицами, возможно, он там сам не человек, как раз мечта птичьеподобная. Да, может быть, очень интересное наблюдение, действительно, да, что у них как поломаны, да, получается. Ну, ему же, ну, зачем ломать колени, чтобы показывать небо, это такая болезненная трансформация какая-то. Да, может, когда идешь, ты смотришь вперед или под ноги, а когда тебя к колени словно, ты идти не можешь. И смотришь вверх, да. Да, и смотришь вверх, да. Здесь, да, возможно, обе интерпретации, но про птиц, да, интересно, что, возможно, он сам, вот этот герой, да, в кого-то тоже перевоплощается, да, такая трансформация здесь происходит. Да, очень интересно. Может быть, кто-то еще хочет что-то добавить про это стихотворение, что подумалось, пока нет. Тогда я добавлю такую небольшую подробность. У него есть еще другое стихотворение в этой книге, которое называется «Фрагменты из записной книжки». Там, ну, такие довольно разрозненные мысли, и одна из них состоит в том, что если бы Арфей был женщиной, я бы здесь, ну, либо не достряла, да, скорее всего, от лица Евредики. То есть для него очень важны вот эти женские образы, что любопытно, любопытно. И здесь, ну, то есть мы четко даже не можем установить, да, там, по полу мы можем разделить, да, что вот есть какой-то мужчина, да, есть какая-то женщина, превращенная в лань. Ну, где Арфей, где Евредика, это не так важно. Расплывчатость вот этих образов акварельная здесь важнее для него, и что тоже размывает некоторые границы, которые где-то очень четкие, а вот в образах как раз не очень. Так, я сейчас посмотрю, какое у меня следующее. Ага, следующее у меня другое. Так, а у нас есть стихотворение «Дар», да, вот оно есть в распечатках. «The Gift», которое называется. И вот здесь стихотворение заканчивалось на том, как ломается, да, и вот хрустит, возможно, при этом за индивепшая трава. Да, мы сказали, что вот этот разлом очень важен, да, как некоторая точка невозврата. В стихотворении «Gift», которое вы видите, да, видите уже структуру его, будет тоже образ того, как ломается карандаш. И будет тот же глагол «snap», да, который Ocean Wong очень любит. И вы уже видите буквы, да, то есть это стихотворение про язык, мы можем сразу догадаться. И здесь мы вспомним его маму и маникюрный салон, в котором она работала. Оно автобиографично, прям совсем-совсем уже. Хорошо, давайте к нему приступим. Кто-то еще хотел, да, почитать? Светлана, может, вы? Конечно. Давайте. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Дар, да, дар. Мы понимаем, что это дар как раз языка, чтение, письма. А, B, C, A, B, C, A, B, C. Я не знаю, что идёт далее. Поэтому мы начинаем снова. А, она не знает, что идёт. Да, да, она. Ну, я вижу четвёртую букву. Странность 5. 5, да, 5. Чёрных волос. Раскутанная и ворфалитой, написанная на его щеке. Даже сейчас манитюрный салон не оставляет термин. Они также и по-русски. Да, ацетат из априла, этиловый ацетат, хлорид, сульфат. Ну, нет, сульфат. Ну, нет, сульфат. Заметьте, какая ирония, да, что у неё, ну, понятно, что это надпись имеет смысл, но это тоже буквы, но она не может их прочитать. А, B, C, A, B, C, A. Карандаш щёлкает, ломается? Да, он ломается с щелчком таким характерным. Би вытачивает свой живот как очень сырая, чёрная пыль. Би вытачивает через небо, голубой полоской. Синей полоской. Синей полоской. А, не двигающей бывает она, поднимает, не знаю, аминь волна в крови, это кость. Кость из крыла. Крыла, да. Крыла, да. Крыла, да. Крыла, да. Крыла, да. Графита, да, да. Графита из жёлтого каркаса. А, каркас ручки жёлтого. Да, 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 да. И вставляет обратно между моим пальцем. Снова и снова. Я вижу эту прядь волос, которая управляет с лица, которая падала на станицу, и желательно звучит, как слово. Я до сих пор слышу. Очень интересное стихотворение, я думаю, вы согласитесь. Здесь очень много, о чём можно говорить, поэтому я сразу попрошу что-то, может быть, вас сказать, потому что здесь действительно очень много. То есть мама была неграмотная, всё же работала. А как же она учила английский, тогда на слух, что ли? Здесь дело не в неграмотности, а что это дислексия, это болезнь. Человек не может научиться читать. Есть очень много методик, которые примерно помогают. Может быть, в то время ещё не так развито было это. Опять, тема костей возникает. Здесь костей подобряется графит в карандаше. Там у нас будет треск костей в радио. В радио, да. То есть вот эта телесность мира очень важна для него. И, конечно, то, что это крыло. Здесь всё совмещение и кость, и птица, которые, возможно, сам герой в какой-то момент хотя бы является, превращается в которую. Да-да. Хотя вы заметили просто, выглядит сперва, вот мы говорили, что он первый, кто научился там читать и писать. Справа, я читаю, кажется, словно это мама учит. Да, да. А потом, значит, что «slide to die between my fingers» и получается, что неграмотная мама, работающая на весьма тяжёлой работе, полной вот этих вот всех описанных химикатов, учит сына писать. Причём весьма терпеливо, вот через сломанные карандаши, и, по-моему, это и есть подарок. Конечно, да, да, что она как-то с ним занималась. Ну, возможно, у неё были учителя, да, задания давали, а мама же тоже как-то помогает, да, вот она должна. Она может помочь только до ABC. Да, ABC дать карандаш, да, помочь с карандашом. Да, да. И обратите внимание, да, вот эта четвёртая буква, которая возникает, которая идёт дальше, она возникает тоже весьма телесно. Она, ну, волосы, да, как часть тела, то есть сам язык, он тоже телесен здесь. Амперсан, да, тоже мы можем заметить, который отделяет вот эту часть, да, последнюю. И значёчек сердечко тоже, графически. Да, графически тоже. Ну, и сами буквы, да, да, очень важны для него, вот эти графические вот это оформление важно. И обратите внимание тоже, жила, да, беззвучно, как слово, да, Но я всё ещё слышу, да, то есть слышу что-то, что без звука. Тоже очень интересный образ. Такой вот тоже дар, да, слышать то, что не имеет звука. Да. Может быть, что-то ещё, какой-то ещё комментарий. Ну, хорошо. Так, про дар мы сказали. Сейчас я посмотрю, какой у меня следующий идёт. Селф-потвит. Ну, давайте возьмём его, ещё по времени просто сориентирую. Да, мы должны успеть. У нас же есть «Self-portrait as I did Wounds», одноимённая как раз книгой. Это довольно тяжёлое стихотворение, да, я сразу предупрежу. Одно из таких его книги, которая, ну, скорее, не вот такое эстетически красивое, хотя у него много такого красивого, лёгкого, акварельного, а достаточно жёсткое. Так, и оно не совсем одноимённое, да, простите, я говорилась. Там ночное небо со сквозными ранениями, а здесь автопортрет, да, как интересно. Автопортрет с как будто бы, вот как именно, да, вот как сквозные ранения. То есть сам человек себя отождествляет с ними. И смотрите, как интересно, оно начинается instead, вместо того, да, вместо чего-то. У нас будет, если мы успеем, правда, ещё одно такое стихотворение, оно заканчивает книгу, оно тоже начинается с instead. То есть это важно, арифма такая, арифма не в плане, ну, там, ботинки, полуботинки, да, арифма структурная. Так, оно побольше, чем те, что мы читали до этого. На всякий случай спрошу, про ивредику мы же перевели, да? Да, всё, хорошо. Ну, кто силён духом, тому предлагаю прочитать. Хотите, да? Я вам объясню, кто не хочет, что я... Хотите, давайте, да. Арифма. Это бабушка богатая. 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 Каждому шагу, который был заглушен дождем, подкрадывался Воздух, как имя, отправленное на утопающий корабль Капокс Это хлопковое дерево Это лодка, которая сделана из хлопкового дерева По всей вероятности Гниение и железа города Гниение и железа города, который пытается забыть кости Под его тротуарами Оттыма и полуспетых генов Сарай Сначала не ржавел До черноты И зажен Освещён, наверное Освещён, да По Последней свечой Да, последней свечой маминой мамы Да Тропа Линцы дров Сейчас подожди Кабан Линцы кабанов, которые мы держали в своих руках И Мы принимаем нас за братьев Пусть Пусть они Войдут В комнату Освещённую Снегом 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 Снегированным Только Снегом Разрезанным Чудо хлебом И майонезем Поднятым к Разломным губам Потрескавшимся Губам Как Свидетельство Свидетельство Сверху Который Никто Нескал Пусть Это прикоснётся Да Или погладит Погладит К Розовых Розовых У 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 Рыб Рыб Пахнуш Почему Пахнуш Я думаю, да, это такой зрительный образ, да, рифт это венок, да. А, про запах я поняла, что вы имели в виду, да, что пахнет, да, скорее всего. То есть я воспаляю в то время как другой коричневый гук. Ну да, да, понимаете, да, что значит такой человек азиатского, да, происхождения. Гук. Гук, да, гук. Ну, в очередной абрике. Гук какой-то, да. Коричневый гук пройдется под M16. Можно, наверное, на секундочку... Раскрошится кореньку. Да, раскрошится, раскрошится. На секундочку вас совсем оставлю, чтобы мы далеко от этого не ушли, не забыли потом. Вот обратите внимание, instead let it be, да, и потом вот в предыдущем, что мы прочитали, and mistook for brothers, let it enter. Мы уже говорили о том, какие местоимения загадочные, особенно it, и здесь пока мы не знаем, что за it, да, позволь этому быть эхом, позволь этому войти в комнату, да, потом поговорим еще о том, что это такое. Давайте продолжим. Вьетнам дает на экране, пусть он... Здесь как бы и Вьетнам ид, и вот какое-то то ид непонятное тоже. Ага. То есть это проникнуть сквозь их души, и действие как обещание до того, как... Проткнуть... Проткнуть, да. Проткнуть, да. Проткнуть постера Майкла Джексона, блестящий... 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 Блестящий над диваном. В супермаркете, где женщина-хатва... Да, это тоже смешанных кровей, да, женщины. Вот очень интересный момент будет. Ага, переведите, пожалуйста. Женщина-хатва готова поверить, что каждый белый человек... Обладающий... Обладающий его носом, это ее отец. Обратите внимание, помните Сару Хоу, когда она вернулась в Китай, и ей все оказалось, ну, там, и в интервью, да, не только ее героине, но и ей, что любой человек может быть ее родственником, то есть обратная история здесь, такое ощущение, да, у нее, что белый человек любой, да, может оказаться отцом, а там наоборот, да, когда вернулась на родину, то есть такая очень схожая история. То есть это пойдет кратко внутри ее рта до того, как положить ее между банками с томатами, или глубинными коробками с пастой, красными яблоками, завернутыми ее выкатывающими, выкатывающими с ее шумом, выкатывающими из-под ее ладони, не из-под, прям с ладони, да, из ладони, то есть она падает, да, и разжимает руки, и яблоками. Яблоками выкатываются, да, и прямо. В тюремную камеру, да. Камеру, где ее муж сидит, смотря... Уставившись, да, уставившись на ладони, ну, до тех пор, пока он убедился, что это последняя... Вот интересно, кто смотрел, как перевели вот это ваффер? Средний бог, да? А-а-а. Бог отказал ему в последней, не знаю, в последней печеньке. Ну да, ваффле, да, это... То есть последняя ваффле, которую он показал. Угу. Пусть это ударит его подбородом. В челюсть, да, в челюсть. Как дать, да, друг другу, да. Как подарить, там... Которым мы разучились обмениваться. Да, надо подмениваться обратно в шестьдесят восьмой. На долине Холом. Ну, это шестьдесят восьмой год? Шестьдесят восьмой, да. Шестьдесят восьмой, да, шестьдесят восьмой. Шестьдесят восьмой году небо заменилось огнём, небо, которое смотрит только мёртвое, да, видит только мёртвое. Пусть оно достигнет детской дедушки, которые... Любим. Можете как-то перевести каждый, кто во что-то раз, да. Превременную девенскую девушку на задних сиденьях его армейского джипа. У него светлые волосы... Сверкали. 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 В воздухе, который наполнен напал. Угу. Пусть это... Как прижмёт его к пыли, где его будущие ручки восстанут. Шагистия. Поднимаются. Ну, так, что-то вывлёст, да. Взрастут. Взрастут, да, хорошее слово. Угу. Пальцы, сверкающие солью и один конч. Пусть они разорвут его... Усталость. Усталость, да. Усталость, да. На самом деле, такой образ, извините, что я вас перебью чуть-чуть, пока не забыла. Вот, когда использую какой-то необычный цвет где-то, мне всё время вспоминается у Элиота сапфиры в грязи. Sapphires in the mud, да. Тоже такой необычный образ, но что им там делать, да, так и здесь оливковая усталость. Вот. Ну, пожалуйста. Хватать. 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 Вот именно повешенное на его шею. Помните, что во времена, да, вот у солдатов были с именами такие бирки, да, кончики такие. Кремы, которые они прикладывают к своим языкам, чтобы заново выучить слово «живь», «живь», «живь». Но если не ради чего-то другого, значит… …не ради чего-то другого… …отводёте мне… …разбесить этот… …лющ смерти… …ну как-то сплести, что ли, да, сплести… …лющ смерти таким образом, чтобы… …слепая женщина сшила… …зашила… …не что бы, да, а таким же образом, который зашивает она, да, пришивает даже. …к узкие кожи… …к… …свинь… …к к коврёвым… …к к коврёвым? …к к коврёвым. …к к коврёвым. …да. …позвёртся мне поверить, что я… …продиссия… …чтобы взвести… …взвести, да, винтовку… …вновьё… …логко и быстро… …ну, можно так сказать… …как… …пинтая с чаем… …как… …в шаги… …в предыдух… …а… …пыдух у меня… …честь гость… …рожь… …во время, как я… …но… …спускаюсь… …средине этих огней… …сидевые… …сайты… …скорей… …не огни… …что, что там? Места, да, среди этих мест, да. Моюсь, потому что ничего не было. Непростое, да, и такое тяжёлое. Всё как география его. Это что? Сейчас, сейчас, одну секунду. Обобщённое, да, для американец, да, как настоящий американец. Это очень важно, да, хорошо, что вы об этом сказали, что мы не забыли, потому что американская тема в этой книге очень важна, да, то есть и его происхождение вьетнамское, здесь этого очень много, но и американское тоже есть, да, он же никуда не деться от того, что он получается, ну, по крайней мере, на четверть, да, американец, да. Ага, какой вопрос? А у меня вот этот вопрос. А, тоже, тоже был. Такое наблюдение, что, помните, в одном из предыдущих стихотворений, где ломали нам коленные чашечки, чтобы мы могли увидеть небо. Да, да. Вот здесь, the sky replaced with fire, the sky only the dead looked up too. То есть, опять-таки, небо, в которое могут смотреть только мёртвые. Ну, в которых уже, да, там, совсем, да, да. Или хотя бы со сломанными коленными чашечками. Да, хотя бы, да. Как это ужасно. Ну, логично. Ну, как бы, трупы, они же лежали. Да. Ну, здесь очень, может быть, два плана таких. С одной стороны, мы видим вот эту войну, и второй план, который на это накладывается, да, таком в киношном тоже смысле, это вот поэт, да, который, как какая-то птица. Да. Ага. Тогда получается, что такое Ид? И это та сама, в которой лежится? Вот хороший вопрос. Помните, у нас было прекрасное стихотворение Эмили Диккенсен, которое мы в связи с одним из наших авторов смотрели, когда говорили о метапоэтическом стихах, где тоже было Ид, что являлось самой поэзией, написанием стихотворения. И, с одной стороны, да, конечно, здесь под Ид имеется в виду и воспоминания о Вьетнамской войне, да, вот все эти ужасы, которые, пусть они через все проходят, да, как он говорит, но, с другой стороны, это, конечно, сама поэзия, да, пусть она пройдет, то есть это стихотворение не только трагическое, да, в том смысле, что, конечно, все эти ужасы, они прошли сквозь все, да, не оставили без следа, но и все-таки автор хочет, чтобы что-то светлое прошло через это, да, что-то хорошее. Вот. Ну, то есть образ какой-то, что мама вот, она искала, да, каждым делом человек видел своего папу, да, которого не было, который, как бы, он там далеко где-то, да? Ну, на самом деле он был, да, в их семье там, хотя они расстались, да, из-за того, что он не мог вернуться в какой-то момент, там, конечно, тоже не все было приятно, ну, здесь и обобщенная, да, тоже обобщенный образ. У них много было таких девушек? Конечно, да, да. У них все было нормально, да, они поженились, то есть там действительно была история любви, но, как вы понимаете, во время войны очень было других много историй, конечно, да, и что стало с теми людьми, какие у них судьбы, да, это очень часто большой вопрос. А подскажите, пожалуйста, где конкретно здесь птица в тексте? Или это уже была более обобщенная? Здесь, по-моему, про птицу не было, но здесь мы видели, что про небо, да, сейчас мы найдем этот момент. Так, 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 так. Вторая страница, четвертая страница. Да, спасибо. The sky, only the dead look up to. Мы просто вспомнили из другого стихотворения, к которому мы сегодня обращались, где ломали коленные чашечки, чтобы боги их ломали, чтобы так называемые мы обобщенные, да, могли смотреть на небо, да, то есть тоже такое обращение к этому, которое всем, кто читал «Войну и мир», тоже близко, конечно, такое сравнение, такой образ. Такое по синтаксису тоже как будто бы одно предложение. Да, 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 да. Ну, а это он говорит «Позволь этому быть верхом», но это сам фото, то есть он к кому обращается? Хороший вопрос, да, к кому он обращается? Ну, типа, помните, что это было или это? И это тут тоже есть, конечно, да, что нельзя об этом забывать, но тут, конечно, есть и некоторая мольба, ну, я не знаю, к Богу ли, да… К тому самому небу. К небу ли. К небу ли. Что-что? Или к себе. Возможно, в каком-то смысле я бы сказала даже… здесь, может быть, мы сказали, да, что это и про то, как поэзия ему хотелось бы, чтобы через всё это прошло, к какому-то… ну, к музе, если хотите, да, можно так это назвать, да, вспоминая Гомера тоже, да, к каким-то поэтическим силам, но совершенно что не исключает, что это и молитва тоже, да, позволит, что всё-таки, чтобы что-то светлое было в этом, а не только вот эти улицы. Наверное, к небу, потому что к себе вряд ли, для себя же он, как мы с самого начала видео он воспринимает весьма телесно, и вот это вот самое первое стихотворение, я совершенно с того мы начинали, там вот это вот его собственная интересность, его собственный шок тогда вот от встречи с отцом под душем. Может быть, пусть я буду ехать, да? Пусть поэзия. Моя поэзия, да, вот в этом смысле к себе, да, вот, ну, не скорее не обращение, а про свою поэзию, да, ну, когда про свою, вы понимаете, это всегда и об общей поэзии тоже, и о поэзии вообще. А вот ещё, ну, мне кажется, наверное, это неправильно по-английски, но в эти складные ранения может экзит быть существительным, а вонс, рассказывай, ну, это тоже, почему нет, да, вполне, вполне, as exit wounds, и тогда s как в то время, как у вас получается? А, нет, этот выход, он ранит. Он же его ранит. А, он его ранит. Да, да. У вас просто портрет в то время. В то время, да. Уважаемые читатели, наша библиотека закрывается через 15 минут. Просьба подготовиться к выходу. Ждём вас завтра с 11 часов экрана. Я же сказала. Она тоже напоминает об этом. Ждём складных ранений. Но пока ещё к нам не пришли нас выгонять буквально пару слов, потому что мы, как всегда, много чего не успели. Одну книжку, вот в нашу группу, да, в которой есть вот этот, не штрих-код, QR-код, да, по которому мы в Telegram группу, книжку уже прислали в фото-виде, Александр. Я только начал. А, начали. Но, тем не менее, будет возможность ещё там почитать, да. И о чём мы не сказали, буквально пару слов, что в конце, ой, даже не в конце, мы, к сожалению, не взяли стихотворение «Of thee I sing», «О тебе я пою». Оно очень интересное. Не знаю, стоит ли о нём кратко рассказывать. Или, может быть, мы в следующий раз, может быть, чуть-чуть успеем урвать. Но я думаю, что вы все и так посмотрите, тогда я расскажу. Это стихотворение начинается с того, что кто-то говорит своему возлюбленному, ну, вот, дорогой, да, вот, мы дошли до этого, мы едем в этом лимузине. И становится понятно, что это говорится от лица жены Джона Кеннеди. И это как раз тот момент его убийства. И это как раз про американскую мечту, да, если вам интересно, посмотрите этот текст, если вас интересует вот эта тема в его поэзии ещё. И в конце сам сборник заканчивается двумя стихами. Они во многом тоже отели в предпоследнем, по-моему, она примерно называется «Однажды я полюблю Оушен Лонга». Оно о том, как сами стены какого-то дома, вот однажды проснёшься, и можно принять их за кожу. То есть человек-дом, там, какой образ возникает. Ну и самое последнее стихотворение, где я вам говорила instead есть, оно очень эротическое, но оно совершенно прекрасно заканчивается. И давайте просто возьмём эти последние строчки. «The way snow touches...» А, пардон. «I never asked for flight» как раз с птицей, да, никогда не просил летать. «Only to feel this fully, this entire, the way snow touches bare skin, and is suddenly snow no longer». Да, ну, такая поэтическая цель, что такое быть поэтом, да, о чём просит поэт. Вообще даже не летать, да, а вот ощутить этот единый миг, да, вот этот краткий миг между переходом снега и в то, что не снег. А можно ещё раз в предыдущую строчку? Да, можно, можно. И у вас будет возможность ознакомиться тоже. И вот на этой ноте я бы хотела закончить, что Ocean Wong, он, конечно, и про dual nationality, и про античность, но он и вообще про поэзию. И он тоже, конечно, очень много даёт нам даже не информации, а возможности, да, прикоснуться к тому, что такое поэтическое. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. И последнее.